Здравствуйте, меня зовут Верика Малаева, и я организатор самой крупной конференции разработчиков игр в СНГ. Называется Дэпгам. А какая у вас профессия? Вообще я сама художник-аниматор. Я очень долгое время делала игры, потом мне стало не хватать контактов, организовала конференцию, потом она выросла, стала огромной, большой. Расскажи тебе о своей специальности. Вообще изначально я изучала программирование в Донецком Национальном Техническом Университете. И таким образом я попала в IT и в одну из продуктовых компаний, которая занималась разработкой игр. Потом я ушла на фриланс и стала инди-разработчиком, и сама делала игры. Сама с небольшой командой. У нас была команда, я рисовала арт для игр, анимации, персонажей, фоны. И был программист, который, собственно, на всё это подел. И мы вместе делали гейм-дизайн. И выпускали игры. А что самое трудное в вашей профессии? Ну, сейчас я занимаюсь организацией ивентов, и я уже не занимаюсь разработкой игр. Самое сложное в моей профессии – это организовывать мероприятия. Хорошо. А что самое интересное? Самое интересное – смотреть на всех этих разработчиков игр, на какие игры они делают, как они добиваются чего-то, как они организовываются в команды, вырастаются в успешных разработчиков. Вот это, наверное, самое интересное. И чтобы стать успешным разработчиком, что нужно всё-таки уметь, чему научиться? В первую очередь – работать в команде. В первую очередь нужно слушать фидбэк и уметь и слушать своих ребят, потому что разработка игр – это командный процесс. Зачастую игры делаются не маленькой командой, ну, иногда они делаются маленькой командой 2-3 человека, а иногда это огромные компании в близких человек, в зависимости от проекта. Так вот, самое главное правило – это быть командой и слушать друг друга, слушать фидбэк, уметь коммуницировать с другом. Ну и, конечно же, да, учиться. Вы можете, для того, чтобы разрабатывать игру, вы можете учиться программированию, это очень важно, да, или учиться рисовать и стать художником-аниматором, вы можете стать гейм-дизайнером, можете писать музыку для игр. А если вы очень хорошие организаторские способности и можете курировать других людей, можете стать продюсером игровым. Есть очень много направлений в игровой индустрии, которые вы можете занять. С какого возраста можно начать? Ну, самые маленькие разработчики игр, которые я встречала, были, наверное, лет 9-10. А чем может быть полезна ваша конференция детям, школьникам? На самом деле, первый год мы начали приглашать детей из школы, чтобы они посещали наши мероприятия, школы программирования. Например, в Москве мы сотрудничали с одной школой, и в Минске мы тоже сотрудничали с другой школой программирования. Обычно это второй день мероприятия. Кураторы приводят детей, дети организованно приходят на нашу выставку и играют в игры других разработчиков. Это очень хороший фидбэк для детей, это посмотреть, что они могут сделать, чего они могут добиться, пообщаться с другими разработчиками игр, которым уже 20-30-40 лет, и спросить, а кем же я могу стать, а как вам нравится в игровой индустрии, и понять для себя, хочу ли я этим заниматься или нет.